МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Светлана Князева, глядите в этом выпуске. На радость детям и дорослым сегодня у Мазары после реконструкции открылся бассейн. Азбука громадянина. Интерактивная деловая гульня объеднала у ГДУ калепов сотни будущих выборщиков. Клятва верности родиме. Першокурсники военно-транспортного факультета Белдута принесли просягу. А зараз об этом и иншим – больше подробязным. У Гомельской области сегодня увиденную эксплуатацию еще один бассейн. После омаль трехгодовой реконструкции наведывальников принял спортивный объект у Мазары. На урочистом открытии побывали наши корреспонденты. История Мазырского бассейна подобная на историю многих инших аналогичных установ. 40 годов тому его для своих работников побудовало одно из мясовых предприемств. Потом будинок стал коммунальной майомостью, при чем за минулый час тут не было ни одного капитального ремонта. Когда стало вядомо, что да, находится в аварийном стане, бассейн закрыли. При чем все разумели, так и объект Мазыру вельми потребный. И как элемент социальной инфраструктуры, и как спортивная установа. Мы совершенно славимся своими спортивными традициями. В бассейне было подготовлено за 25 лет в честь мастеров спорта, 19 кандидатов мастеров спорта, 124 спортсмена перворазрадника. Также наших 11 пловецов участвуют и принимают участие, включены в состав нашей белорусской команды. Основный участок сродков, необходимый для масштабной реконструкции, выдатковал областный бюджет. Плюс допомога мясового бюджету и сродки, заробленные на трех районных субботниках. Агульная сумма, накерованная на реконструкцию за три годы, крыху больше 6 миллионов 800 тысяч рублей. Теперь у Мазырским бассейне можно навыд проводить поборництвы международного узровню. Хоть у першую шаргу ее назначены на мясовое населенство и не только на спортсменов. У нас было время выслушать пожелания всех мазырян. И будут, конечно, нововведения. Во-первых, бассейн начнет свою работу с 6-15 утра, для того, чтобы и в утреннее время при желании могли люди попасть перед работой. Нововведением также является и то, что начнется обучение деток до трех лет, будут обучать плаванию наш тренерско-преподавательский состав. Услышали мы пожелания нашей медицины, будут оздоровительные группы для поддержания детей, у которых есть проблемы по здоровью. Опять же, будут открыты группы акваэробики, ну и многое-многое другое. У рамках реализации программы навучания плаванию школьников в Мазырском бассейне уроки будут проводить и для навучанцев Лельшинского и Петриковского районов. И таки момент бассейн обсталяванный усим необходим для занятков оим людей за межаванными физичными махчимостями. Что тычется дальнейших планов областного галинового управления, то бюджетные сродки будут накеровываться на капитальную реконструкцию уже иснуючих бассейнов. У первую чергу размова идет об трех объектах у Гомели. Будет решен вопрос и закрыт вопрос с бассейном на улице Портовая за центральным спортивным комплексом, нашим стадионом центральный и по Новобелецкому району, где, конечно, тоже уже предприятие когда-то передало, да, бассейн Гомель-Древо, но пришло время уже и на него смотреть. Мы закрыли его к эксплуатации полтора года назад, уже разработали проектно-сметную документацию, она у нас на руках. Мы уже понимаем, какой объем финансирования нам надо вложить по этому бассейну. Дельфин, конечно, наш многострадальный, никто о нем не забыл, и, конечно, к этому бассейну мы тоже вернемся, хотя, конечно, бассейн очень сложный. Дарыш и побыш с бассейном у Мазыры ты день тому открыли яши дитячую гольнявую плясоку. По судностях, это один и комплекс, який створает умовы для занятков физкультурой и спортом. У детей городок корыстается великой популярностью. Александрова, Ольга Коновалова, Юген Макенко, телерадиокампания «Гомель» из Мазыра. Сегодня распочалось вылучение в Верхнюю Палату Белорусского парламента. Потенциальных сенаторов выбирают негромадяне, их кандидатуры на протяжении месяца вылучают на посадениях президумов, местных советов и выконкам базовых узровнях. По вынику, еще 8 человек призначает керавник державы. Параллельно идет вылучение в Палату представников и прием заявок для регистрации инициативных групп по сбору подписов. Как претендовать на депутатский мандат, необходимо собрать тысячу подписов. Представить свою персону так само можно на съезде от политической партии або прационного коллектива. Нагадаем, выборы в Совет Республики отбудутся 7 листопада в Палату представников 17-го. Азбука грамадянина. Проект в особенный у интерактивной деловой гульни сегодня стартовал в Гомеле. Его авторы – городский комитет БРСМ и юридический факультет Держа университета имя Франциска Скарины. Сенс и задача гульни – повысить электоральную активность юнаков и девушек. Как это проходило на практице, доведалась Марина Джалая. Что такое парламент, как проходят выборы, якими полномодствами наделенные депутаты? Много, на первый взгляд, простых вопросов, некоторых студентов все-таки поставили в дупик. Гульня азбука грамадянина на передо дни выборов депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь пройдет во всех районах Гомельщины. Там разные роли в этой игре. И есть роли и депутата, и спикера. И прокручивается принятие тех или иных законов, то есть обсуждение их. И тем самым они поймут вообще, в принципе, важность деятельности депутата национального собрания. Ауторы гульни не покоятся, что молодь слабо цікавится политикой. Слухать об державном уладковании и законодавчей вертикали подчас лекции не зауседы текава. Такая информация часто проходит и окажут мимо. А вось те же самые известки у гульнявой форме запоминаются худко и без напружения. Лучше всего с точки зрения учебного процесса усваивается не просто переданный материал в ходе лекции, а тот материал, который еще опробирован на практике. Это вообще в русле тех задач, которые давно ставятся главой государства, а практика ориентированности и образования – это такой, может быть, небольшой элемент, когда в ходе такой деловой игры это опробируется. Першая гульня объединяла больше к паусотню будущих выборщиков. Студенты на протягу 45 минут моделевали разные ситуации, связанные с работой белорусского урада и парламента. Мы хотим сделать так, чтобы эта деловая игра действительно была многогранна и молодые люди, принимавшие в ней участие по окончанию, делали действительно для себя важные первые шаги в сторону интереса государственного устройства и политики в целом. Деловая гульня складалась с пяти блоков. Первые четыре интерактивы нацелены на обновление ведов о державном кировании, парламентской системе, парадку формирования работы Палаты представников и Советы Республики Национального Схода Республики Беларусь. Пятая – непосредственно сама гульня, подчас якой молодые люди примирали на себе роль у громадских и политических деятелей и удельничали в процессе разгляда законопроекта и кончаткового принятия закона. В мероприятии мы сочетали такие познавательные методики, то есть мы раскрыли содержание темы парламента и в то же время это преподнесли в игровой форме, чтобы это было проще для восприятия. Калли гульня пройдя во всех районах Гомельщин можно будет делать выводы об ее эффективности. Затым махчима аналогичный делавый интерактив распроцует на переданных президентских выборов. Марина Джалая, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Новое жито старых будинков. Все лето прас-аукционы у регионе плануют продать свыше 200 объектов державной майомости. С початку года Комитет Гомель-Абл-Майомость провел больше 50 аукционов. Выставлялась калли 300 лотов. У вынеку отрымалась продать калля 40 объектов на сумму свыше миллиона рублей. Разом с традиционными торгами все больше активно проводятся электронные. За 8 месяцев года на плясовце Белорусской универсальной товарной биржи Комитет организовал 7 таких продажей. У всех эти аукционы были выниковыми. У них приняли удел калля 50 претендентов. Продадзина – 13 объектов. И это лепший показчик Украине. Как и в минулые годы, наибольшей популярностью корыстались объекты с максимально пониженной ценой альбо коштом у одну базовую величину. Первокурсники военно-транспортного факультета Белорусского державного университета транспорта принесли присягу на верность родиме. Словы урочистой клятвы молодые люди промовили у присутности своих родных, близких и старейших товарищей. Глянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Белоруссия. Военно-транспортный факультет УВНУ был створен в 2003 году. До этого на протяжении 50-ти годов тут день шала военная кафедра. Сегодня на факультете 23 первокурсники, которые прошли курс молодого бойца и имеют уявление про то, что их ждет в годы в учебу. Не глядя на хвалявание, отказный традиционный ритуал хлопцы переодолили выдатно. Курсанты Белдута урочисты уступили у широкие оборонца уродимы. С принятием военной присяги их повиншовали представники Министерства обороны Беларуси, областного военного комиссариата, городские улады и кировництва университета. Сегодня большой праздник не только в городе Гомеле, но и во всех вооруженных силах, потому что принимают присягу 23 курсанта, поступивших на транспортный факультет в учреждение образования Белорусской государственной транспорта. Это единственное учебное заведение, которое готовит военнослужащих, офицеров кадровых для транспортных войск. Основная задача – это транспортное обеспечение вооруженных сил, это артерии нашего государства, в котором происходит передвижение всех запасов материальных средств. Это люди, которые получают инженерную специальность, квалификацию, и они очень востребованы сегодня в вооруженных силах и на гражданке. С первого дня в учебу с курсантами заключают контракт, который дает начать их работному стажу. Прос 4 года они продолжат службу во вооруженных силах Беларуси. Завтра в Украине завершается масштабная профилактическая акция «Один день безопасности». За час ее проведения только в нашем регионе прошло свыше 800 разных тематических мероприемств. Больше, как половы из них, накировано на навучание беспечным поводенным детей. Так сегодня в Гомельском лялечном театре прошла премьера спектакля «Надзвычайное здарение 101». Постановка была распроцована суместно с Гомельским областным управлением МНС. Герои казочной истории рассказали юным глядачам, до какой великой беды может привести одна маленькая запалка. В настоящее время параллельно у нас проводится республиканская пожарно-профилактическая акция в центре внимания «Дети». И вся работа, которая проводится в рамках акции, в рамках «Единого дня безопасности», она в первую очередь направлена не только на работу с детьми, но и со взрослыми. Здесь мы подключили и другие субъекты профилактики, и УВД, и энергонадзор, и освод, чтобы еще раз напомнить о безопасном поведении. 11, 12 и 13 вересня эстафету навучания правилам безопасности подхопить Держаутоинспекция. В эти дни для школьников в Драмтеатре покажут спектакль с Даренни вырытойте Мегай Светлофорыча. Перед проглядом постановки юнаки смогут ознайомиться с тематичной выставой малюнков и постеров о безопасных поводинах на улицах города. Забарона на наведывание леса у Денича в 21 районе Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесной господарки. Обмежевания расповсюдживаются на большую частку территории Гомельской области, окроме Рогачевского, Жлобинского и Октябрьского, и на три районы Могилевской. На сайте Минлясгаса размещена интерактивная карта, по которой можно отсочивать уведение и снятие обмежеваний в выбранном регионе. Карта оперативно обновляется. Нагадаем, решение по уведении и снятие забороны принимаются мясовыми органами УЛАДы, по ходу тайнецтвей лесогасподарших установ або районных отделов по надзвичайных ситуациях. Меры обмежевального характера уводятся у выпадку установления высокого класса пожарной небеспеки. Летние надворья на гетинтыдни не покиня наш регион. До четверга денная температура поветра утрымается у межах от 24 до 27 градусов, начиная от 13 до 15 тепла. Будет воблачно с прояснениями и переважно без опадков. Ситуация изменится ближе до выходных. В пятницу, в день слупок термометра опустится до 22. В выходные прикметно похолодает. В субботу, по прогнозам синоптиков, будет от 17 до 19 градусов. В неделю не выше за 15. Чекаются дожжи. Мистичную эклектику гомельского мастака Сергея Каурыги представили у арт-кафе областной библиотеки Мя Ленина. 20 створа выполнены в разных техниках и жанрах. После Минского радиотехнического института Сергей Каурыга 8 годов працавал на гомельском радиозаводе «Промень». А когда получил специальность мастака-формителя, занялся любимой справой профессийным. Працавал над реставрацией храмов и написанием образов. Представлял свои работы на многих коллективных выставах. В тем леку на славянском базаре у Витебску. А так само за мяжой. Например, на арт-экспо у Нью-Йорку. Живописные творы в стиле фэнтези и композиции в технице трэш-арт раскрывают индивидуальность и креативность. Сполучают инженерные и мастацкие навыки. Я конструктор всех новых радиоаппаратуры, поэтому я экспериментирую в этом направлении. Я самое интересное, я тяготил к этому всегда. С детства буквально. Я любил шестеренки, собирал будильники, разбирал все это барахло. Еще у меня с детства лежит. Некоторые вещи лежат с детства. Просто жду своего часа. До речи, у жнивних этого года Сергей Каурыга у лику четырех белорусских майстров представлял сучасное мастацтво на выставе «Четыре покои», якая проходила у Столичном Палаце Республики. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Дефакто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Дело о разбойном нападении на гомельчанку близится к развязке. 7 сентября в Минске задержали третьего подозреваемого. Молодой человек арестован и находится в Столичном СИЗО. Задержанный третий участник, 18-летний неработающий гомельчанин, сообщил оперативникам о том, что после совершения разбоя скрывался в Российской Федерации у родственников. Однако вскоре приехал с матерью в столицу нашей страны. Они жили на съемных квартирах, которые меняли каждые сутки. В ходе осмотра временного места жительства изъяты доллары США. Напомним, 2 сентября трое парней избили владелицу БМВ, силой посадили женщину в машину, вывезли в лес и под угрозой изнасилования требовали деньги. Завладев 5000 долларов США, они попытались скрыться. Однако все трое уже задержаны. Двум фигурантам дела предъявлено обвинение. 80 колб с артутью нашел гомельчанин в собственном сарае. Опасную находку мужчина привез в пожарную часть. Специалисты химической службы МЧС обследовали колбы. Все оказались герметично закрыты. Внутри действительно находилась артуть общим весом 2 килограмма 400 граммов. Находка отправлена на утилизацию. Предотвратили трагедию. В Жлобинском районе, в 250 метрах от молочно-товарной фермы, загорелась кирда соломы. Спасатели прибыли в считанные минуты. Сухая погода в сочетании с усилением ветра могли привести к серьезным последствиям. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение с кирды соломы. В результате пожара огнем уничтожено 45 тонн соломы. С работниками МЧС и субъектами хозяйственных спасено 15 тонн. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваем версия занесения постороннего источника зажигания неустановленным лицом. Уголовное дело за попытку хищения рыбы. В Житковическом районе задержали мужчину, который сетями выловил более 280 килограммов на территории опытного рыбхоза «Белое». Похитителем оказался 30-летний неработающий житель Солигорска. Такой весомый улов у него получился за ночь. Но сотрудники сторожевой охраны предприятия не позволили довести преступный замысел до конца. Как было установлено, мужчина приехал к пруду в районе 21.00 5 сентября и расставил по водоему четыре рыболовных сети. Каждая протяженность около 50 метров. В течение ночи ему удалось собрать немалый улов. В общей сложности им было незаконно присвоено 270 килограммов карпа и более 8 килограмм толстолобика. Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание, начиная от общественных работ вплоть до лишения свободы. Назад в 90-е в Речице во время сделки задержали двух валютчиков. Оба неработающие. Один из Гомельского района, второй – речичанин. Мужчин схватили, как говорится, с поличным. В этом случае еще и с наличными. В ходе личного досмотра правоохранители изъяли 70 500 российских рублей, более 3 тысяч белорусских, а также 1000 долларов США и 20 евро. Кроме того, мужчинам придется выплатить штраф в размере от 50 до 150 базовых величин. Зерно вне закона. Гомельские таможенники пресекли ввоз крупной партии пшеницы. В двух остановленных автомобилях, что направлялись к въезду в Беларусь из России, находилось 76 тонн зерна. Однако документально факт не подтвердился. По бумагам значилось на 30 тонн меньше. В ходе проведения контроля сотрудниками таможни установлено несоответствие указанных в документах сведений о весе перемещаемого товара. По данным фактам, Гомельская таможня начал административный процесс по части 4 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, санкция которой для юридического лица предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предметов административного правонарушения. Более того, водители не имели при себе специального разрешения на проезд тяжелогрузов по дорогам общего пользования Республики Беларусь, за что им грозит штраф в размере от 5 до 50 базовых величин. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Ольга Силкина стала чемпионкой мира по современному пятиборью. Мировое первенство проходило в Будапеште. Гомельчанка лидировала после фехтования, плавания и верховой езды. И в комбинированном виде имела гандикап в 31 секунду. Преимущество спортсменка не растеряла и завоевала золото чемпионата мира. Чемпионка мира прошлого года белорусская Анастасия Прокопенко пришла к финишу четвертой. У гомельчанки Ирины Просенцовой 17-й результат. Белорусские девушки завоевали золото в командном зачете. Поднимались гомельчане на пьедесталы на молодежном чемпионате Европы по академической гребле, который завершился в Греции. Золото у экипажа двойки распашной легкого веса в составе Татьяны Гончаровой и Марии Довматович. Вторыми в финальном заезде двоек распашных финишировали Анна Храбкина и Татьяна Филиппова. Четверка с рулевым в составе Антона Богинского, Дениса Акинчица, Евгения Моисеева, Виталия Дегтярева и Даниила Гайтюкевича. Также стала серебряным призором континентального форума. Серебро чемпионата Европы у Марии Колесниковой и Евгении Гапоненко девушки выступали в составе четверки без рулевого. Всего же белорусская команда выиграла в Греции шесть наград – три золотые и три серебряные. Волки обыграли рысей в полеском дерби чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. На экваторе второго периода Владислав Лановенко точным броском завершил контратаку жлобинской команды. На старте третьего Андрей Михнов установил окончательный счет поединка. 2-0 Металлург побеждает Гомель. В турнирной таблице команды делят шестое и седьмое места. Стартовал чемпионат Беларуси по мини-футболу высшей лиги. В первом туре из представителей нашего региона без очков остался только ЦКК. Светлогорская команда проиграла на выезде Борисову 900 – 1-7. БЧС стартовал с победы. Обыграна охрана «Динамо» – 4-1. В Гомеле миром разошлись ВРЗ и Витен – 2-2. В столице прошел финальный этап соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы президентского спортивного клуба. В числе призеров команды из Гомельской области. В состязаниях девочек бронза у команды «Днепр» из Брагинского района. В матче за третье место брагинчанки обыграли дружину «Олимпия» из Первомайского района Минска – 6-4. В средней возрастной группе у мальчиков злота выиграли футболисты из Лельчиц. В финале лельчицкие ребята встречались с командой «Торпеда» из Могилева и победили 2-1. В старшей возрастной группе «Нива» из Житковичского района также добралась до финала. Правда, победить не удалось. Футболисты из постав в Витебской области были сильнее – 9-1. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».